Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня наш обзор по головам или сеткам для подсачника. Какие для чего необходимы в двух словах? Тема, в общем-то, достаточно короткая, но, тем не менее, очень важная, потому что много вопросов приходит и в личные сообщения, пишут, да, и звонят, и люди, как правило, странно, но в этом действительно большинство не понимает и часто накалывается и покупает не ту голову, что нужно, а потом плюются по потраченным деньгам. Значит, какие головы существуют, да, ну, в общих чертах, усредненные, я так беру. Первый вариант – это лесочная голова, то есть это чистая леска, больше здесь ничего нет. Плетение, плетение, ячейка сама, так называемая, да, ну, вот у меня здесь порядка 8-5 миллиметров. Есть сеточка чуть крупнее, есть сейчас сеточка чуть-чуть мельче. С моей точки зрения, давайте я буду по каждой тогда так рассказывать, скажем так, я пользуюсь именно лесочной головой. Какие в ней плюсы и минусы, да, плюсы – это то, что туда не не впивается крючок, то есть достаточно легко доставать рыбу, она совершенно не пахнет, не впитывает воду и быстро сохнет. Вот такой небольшой размер очень хорошо подходит для подлещиков плотвы, карасиков и так далее. То есть она легкая, оба должны быть легким, да, и, в общем-то, невесомым, и размер небольшим вот для таких рыбок. Из минусов этой головы, что леска, как правило, выходит из строя чуть быстрее, чем материал, чем синтетическая ткань. Но, опять же, вам хватит достаточно надолго и на несколько сезонов даже лесочной головы проблем вы знать не будете. Второй небольшой минус у этой головы – это то, что нет поплавка. Поплавок – это мы плавно переходим к другой уже голове, да, это поплавочек, то есть такой неопрен, который одет. Многие спрашивают, для чего он нужен. Вещь очень нужная и действительно полезная. Когда ручка у вас подсачника длинная и когда тяжело вверх рыбу поднимать или с рыбы, или когда ждать рыбу пока подвести под рыбу подсачник, у вас очень удобно, что они действуют как поплавочки. И у вас нагрузку на нагрузки на руки практически нет. Плюс такая голова, вот которая без поплавка, да, вы за ней должны постоянно следить, чтобы вы чуть-чуть глубже опустили, либо слишком вышла голова из воды и постоянно смотреть. А когда вы там чуть-чуть отвлеклись на фрикцион при вываживании, там взгляд бросили, да, в другой руке подсачник, а этой же рукой надо как-то чуть подзатянуть. То есть эти вот нюансы, вот эти секунды чуть-чуть глубже опустило, да, то есть движение было подсачника, и рыбка испугалась, надернулась и так далее, да, или вы там, да, нужно будет чуть-чуть изменить. Вот, опять же, проводить подсачником головой под водой тяжело, особенно на длинных рукоятях. Поэтому вот этот поплавочек, он у вас фактически стабилизирует на определенной глубине вашу, ваш подсачник, вашу сетку, да, голову для подсачника, для того, чтобы вы могли завести рыбу. И рыба пугается меньше, и как бы это удобнее для вас чисто физически. Поэтому, с моей точки зрения, вот кто меня спрашивает, какая, максим, оптимальная голова для подсачника? С моей точки зрения, оптимальная голова для подсачника именно такая, это лесочная голова, именно как универсальная, да, и даже с более крупной ячейкой тоже подойдет. Даже отчасти это будет лучше в плане карповых, то есть чтобы плавник карпа не путался. Ну, вот ответил на вопрос, какая голова для меня легче. То есть это легкий обод, чтобы голова была легкая, это поплавочки такие, и обязательно лесочная, без всяких материалов, сама голова. Следующая голова, это как раз матерчатая, это из синтетического материала голова, она бывает более плотное плетение, более ячеистая, да, и так далее. Ну, и мы вот взяли такую вот среднюю, среднего плетения. То есть минус огромный этой головы вот в чем? В том, что там путается крючок. Если рыба даже с крючком во рту, где она там жальца, чуть-чуть торчит, два раза стоит провернуться, и обязательно у вас крючок будет в этой нитке. И вам придется его вырезать. То есть у меня было три таких голова, и буквально через пять-десять рыбалок у меня каждая из них была уже с дыркой, потому что крючок тяжело вытаскивается, естественно, жалость торчит, да, противо, да, и приходится все равно вырезать, хочется время сэкономить, побыстрее начать ловить, и голова получается вся в этих самых, в дырках. Второй момент. Вот это вот, вот такая вот обтяжка обода материалом, то же самое, сказывается очень негативно именно на крючках. Во-первых, она мокнет от слизи, то есть и долго сохнет, и воняет. Во-вторых, туда впивается очень крючок. Предполагается, что чтобы леска вот эта вот ячеистая, сам материал, да, невозможно войти в обод, потому что он будет рваться. Ну, возможно, он будет рваться, возможно, но с такой вот штучкой она еще хуже. То есть, скажем так, такая голова должна применяться по большому счету только для ловли карпа с более плотным претением, для того, чтобы плавник нижний, хвостовой и верхний сюда не заходил. Потому что в крупную ячейку, да, рыбка будет плавником. Заходите, у вас карп перепутает, плавником будет резать, соответственно, вашу голову. Но вот таких голов матерчатых именно, да, я отказался давно, и карпа принимаю вот в такие. Просто у меня более большой объем, большой обод, больше для карпа, но тоже с сеткой лесочной, да, тоже с леской, но более крупная ячейка. У меня там ячейка, по-моему, 2 на 2 сантиметра, что ли. То есть, прекрасно для карпа. Никакой карп там ничего не рвет. Крючок, если даже вывалился, то его легко вытаскивается. Никакие дробиночки маленькие не попадают. И, кстати, вот это насчет дробиночек, это второй минус таких голов. То есть, этот материал, как раз размер вот этой ячейки, практически как подпаски и дробинки. И когда у вас крючок запутывается, либо туда у дробинки еще улетят, вот в эти дырки пролетят, вам надо каждый, потом рыба там еще у вас болтается, вот так вот переваривается. То есть, это такой кошмар получается, что никакая рыбалка хорошей не становится. Поэтому такая голова сразу в минус. Это самое последнее место, в общем-то. Не знаю, для чего она нужна. То есть, я ими не пользуюсь уже давно и пользоваться никогда не буду, абсолютно точно. Вторая голова, еще третий, точнее, уже вид, это обрезиненная голова. Ну, конкретно вот эта вот карповая голова для карпа, она у нас складывается. Очень неплохая, кстати, удобная голова для карпа. И здесь, имейте в виду, как раз сделана очень удобно. Там, где рыба, что называется, легла, достаточно мелкая сетка для того, чтобы карп, это все обрезиненная сетка, чтобы карп туда не попал своим плавником и не запутался, не порвал. А боковые части, более крупные, там подпаски, если вы на удочку ловите, попадут, или крючок, то есть, из-за пререзиненной головы, достаточно легко вытащить. Плюсы этой головы, соответственно, то, практически как у лески, то, что она долговечна, в отличие от лески, то, естественно, чуть-чуть меньше служит. Вот. И второй момент, это то, что она не пахнет. Она, естественно, пререзинена, она не впитывает запахи никакие. Вот. Минус ее в том, что она тяжелая. Это единственный минус облитой такой, так называемой, резиновой пререзиненной головы. То есть, она достаточно тяжелая. Это должна быть мощная палка, подсачника, рукоятка сама, да, и, в общем, достаточно физических сил. То есть, на трех метрах это еще приемлемо, на четырех, но если у вас четыре с половиной пять, то обрезиненные головы, они просто тяжелы. Вот. И еще второй момент, какой-то нюанс и тонкость здесь есть, та, что обрезиненные головы нужно покупать именно качественные. Почему? Потому что вот это, то, что обритость сама, да, обрезинка сама, о некачественных головах, о некачественных, на некачественных сетках, она быстро трескается. То есть, от жары, от воды, от ультрафиолетовых, да, не проходит и сезона, там, месяц-два рыбалки, и у вас вот эта труха, она вся отлетает, все это сыпется постоянно, да, и там, оказывается, там, ну, в общем, все это трескается, это ничего, кроме там неприятностей не вызывает. Кстати говоря, по поводу вот конкретно вот этой головы, тоже рекомендую ей, если у вас, ей пользоваться, если не смущает вес, как я сказал, но она, но зато у вас карп, он тоже прилично весит, это чисто карповая голова, и, кстати, очень удобная в плане складывания, далеко не все берут голову, вот видите, она так разбирается, очень удобно, и совершенно спокойно вы можете в сумку ее класть, и точно так же обратно, раз, и здесь вот вставляется. Все головы снабжены евролезьбой, поэтому они подходят под рукоятки подсачников практически любых, но у нас не было такого, чтобы не подошли, скажем так, от всех известных фирм-производителей все это подходит прекрасно. Я надеюсь, что я хоть в двух словах помог вам где-то определиться, обязательно большая просьба к вам подписывайтесь на странички в соцсетях, в Телеграм, ВКонтакте, Ютуб-канал, ставьте лайки, для меня это плюс, для меня это продвижение ролика, то есть это то полезное, то доброе дело, и та благодарность, которую вы можете мне сделать, если вам понравился ролик. Поэтому, пожалуйста, прошу вас об этом, поставьте лайк, и кто не подписан, не смотрите без подписки, ничего вам, никаких там спамов не будет и так далее. Для нас это плюс, это развитие, это лишний раз лишние ролики в вашу коллекцию, в вашу информацию. Плюс, что крайне важно, это подписка вам дает две запчасти в год на все удилища, купленные в магазине Мультифиш, в период проведения акции, две запчасти в год бесплатно. Только тем, кто купил у нас удилища, и тем, кто подписан на каналы в социальных сетях, Телеграм, ВКонтакте, Инстаграм, Фейсбук, Ютуб, Рутюб. Поэтому, пожалуйста, подписывайтесь. Для нас это плюс, для вас это лишняя обеспеченность запчастями и, естественно, по программе лояльности скидками. То есть максимально у нас 80% клиентов и имеют максимально низкие цены, которые существуют в России. Поэтому подписывайтесь, всего вам доброго и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok